МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ульяновске проходили до выбора депутатов в городскую думу по одномандатному избирательному округу номер 16. Победу одержал Князев, который был выдвинут как самовыдвиженец, но поддерживался партией «Единая Россия». Он набрал 55,84% голосов. Прошедшие в Ульяновской области до выбора являются легитимными нарушением избирательного законодательства при их проведении не установлены. Нарушения общественного порядка не зафиксированы и во время празднования дня города. По сведению органов внутренних дел в праздничных мероприятиях приняли участие около 15 тысяч жителей и гостей города. Для обеспечения правопорядка при проведении мероприятия в день города Ульяновска было задействовано свыше 200 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС России и до сотни народных дружинников. Кроме того, за истекшие сутки, как показывает сводка, управление внутренних дел на территории региона и в городе Ульяновске не зарегистрированы тяжкие преступления. Отделы общественных и социальных перешли к обсуждению инфраструктуры. До 1 октября в Ульяновской области должен закончиться ремонт на дорога. Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены на 90%. В программу «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году вошли три объекта. Два из них в Индинском районе, а третий – это дорога, ведущая к одному из предприятий в Новом Малаклинском районе. Что касается муниципальных образований, то здесь у нас процент выполнения на сегодняшний день также приближается к 70%. На сегодняшний день единственная обеспокоенность у нас вызывает устройство велопешеходных дорожек трех муниципальных образований. Это Барыжский район, Ульяновский район и Манский район. Срок работ сдвигается до 15 октября. Вавилин просил глав районов держать ситуацию на особым контроле. Глава кабинета министров, в свою очередь, акцентировал внимание на подъездных путях к радиологическому центру в Димитровграде, который вышел на итоговый этап ввода в эксплуатацию. «Мне большая просьба обратить особое внимание на те территории, где сейчас уже определены места, где будут проживать сотрудники данного центра, для того, чтобы было проведено в соответствии и благоустройство, и дорожное покрытие, и тротуарное покрытие. Еженедельный мониторинг содержания благоустройства придомовых территорий области, инициируемый Сергеем Морозовым, показал, что в 1102 общественных пространствах работа выполнена с нарушениями. Отмечу особо, вот по Сенгелеевскому району было составлено 11 протоколов на собственников жилых домов по факту наличия мусора на дворовых территориях, у дворов непокос травы, прилегающей к дому, судом они рассмотрены, и наложены штрафные санкции, 157 тысяч рублей совокупно по 11 протоколам». Что касается отопительного сезона, то 20 районов области готовы к нему на 100%. К 24 сентября полностью должна закончиться подготовка во всех муниципалитетах. Однако долг Ульяновской области перед Газпромом не уменьшился и составляет сегодня 2 миллиарда рублей. «У нас платежи населения под 80%, а в отдельных муниципальных образованиях еще ниже. Это уже как-то называется даже не просто наглость, да, это вообще непонятно как называется. В магазине же никто бесплатно не дает товар, правильно? Поэтому, Александр Яковлевич, у меня большая просьба, давайте тогда объявляем до начала отопительного сезона месячник, каждый муниципалитет, чтобы каждую неделю отчитывался, в том числе по платежам населения». Месячник, внимание, детям объявили и сфере образования. Со 2 сентября за безопасностью школьников Ульяновской области в усиленном режиме следят правоохранительные органы и сами учителя. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Ринат Алиулова, Данил Сурков.